Герои о героях. Ветераны боевых действий в Афганистане встретились с действующими военными, молодыми офицерами военно-космических сил в Якутске. Встреча прошла в рамках празднования Дня Героя России, который отметят 9 декабря во всей стране. Подробности встречи далее. Мы не герои, мы просто исполняли свой долг перед Отечеством. Раз за разом повторяют те люди, которые ценой своей жизни защищали 80-е годы границы тогда еще Советского Союза во время Афганской войны. Она осталась в истории, как одна из самых кровопролитных воин второй половины 20-го века. Просто выполняли каждую свою работу, каждый на своем месте. Кто-то выполнял, нес солдатскую службу, кто-то офицерскую, но мы делали общее дело, выполняли те задачи, которые поставила перед нами Родина. Совсем еще молодые парни шли на войну не ради подвигов и героизма, а потому что Родина позвала. И сегодня также каждый день не ради наград и медалей несут службу рядом с нами военные. Мало кто знает, что в Якутске находится измерительный пункт Космического испытательного центра Минобороны страны, входящего в состав Воздушно-космических сил России. С него в круглосуточном режиме военные следят за работой космических аппаратов. Разные назначенные космические аппараты. Есть и военного назначения, и двойного назначения. Снимаем показания необходимые, телеметрию, так называемую, траекторные измерения. Александр Рагимов, инженер, приехал работать в Якутск 6 лет назад по распределению после окончания Космической академии в Санкт-Петербурге. О космосе мечтал с детства, как и многие мальчишки. Хотел стать космонавтом. О космосе я мечтал с детства. В школе мне очень нравилась астрономия. Я даже в Олимпиадах участвовал, занимал первые места в районных Олимпиадах. И когда я узнал, что существует такая военно-космическая академия, я подумал, что да, это мое. Спунта Александры и другие военные следят за всеми спутниками, которые находятся над республикой, собирают информацию и отправляют в центр в Москву, также через спутник. Следили в пункте и за недавним запуском ракеты-носителя с космодрома «Восточный». Мы должны были обеспечить сопровождение этой ракеты-носителя по заданной орбите. С этой задачей мы успешно справились. Передали, так сказать, эстафету управления дальше. Перед нами далее стояла задача на следующем витке уже по блоку выведения отработать. Но когда подошло время, мы его не увидели, скажем так. Досадно, признается наш герой, но служба идет и работа продолжается. Каждый день на невидимом фронте защищать покой граждан, обеспечивать связь и работу аппаратов на орбите главной космической державы. Серглана Захарова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.